Обратная задача рассеи. Пусть у нас имеется некое делинейное уравнение. Значит, уравнение однородное. n – это какой-то нелинейный оператор, а у – это функция . Значит, мы будем интересоваться только решениями, спадающими на бесконечность. Вообще-то, надо сразу же здесь сказать, что метод обратной задачи рассеяния, он для, ну, мало того, что он не для всех уравнений применим, он еще применим не для всех граничных условий. То есть, если даже, так сказать, само уравнение там допускает применение метода обратной задачи рассеяния, ну, как бы, ну, типа, как-то я, когда физик, то мы можем, значит, поставить граничные условия, когда этот метод задачи рассеяния не будет работать. Так вот, этот метод применим только в случае, когда у нас граничные условия либо спадающие на бесконечности, что соответствует солитону, либо когда граничные условия периодические. Вот, только вот в этих двух случаях. Ну, для нас хорошо, значит, тем более, что солитон объект физически очень важный и интересный. И вот мы в связи с ним будем изучать метод обратной задачи рассеяния. Итак, курс у нас задано, ну, начальное условие, во-первых, условие, значит, условие граничные. Ну, напишем их вот в таком виде, производные по исту n-ой степени, да, то есть у, значит, ну, в любой момент зрения, в принципе, иначе у нас есть и минус бесконечности, на нём, где индекс L, вот этот порядок дифференцирования, да, пробегает, ну, значение от нуля, там 0, 1, 2, ну и столько, сколько нам нужно, да, то есть мы с вами не будем здесь стесняться как-то ограничивать гладкость функции U, да, то есть считаем, что функция U дифференцируема до того порядка, который нам необходим. Ну, например, для уравнения Картеверга-Дефриза, там, помните, третья производная стоит, значит, вот функция U должна быть дифференцируема до третьего порядка. Вот. И мало того, что она дифференцируема таким образом, при X стремящемся к бесконечности, она обращается к нам, то есть когда мы ограничиваемся в локализованном пространстве решения. Вот. Ну, и вот, значит, каким образом ставится задача, то есть у нас есть уравнения, есть начальные условия и есть граничные условия, да, то есть какая-то краевая задача, но она, правда, своеобразная, здесь границы на бесконечность, и нам надо эту задачу решать. Ну, в чём состоит идея? Вот. Питер Вакс предложил переписать вот это уравнение из Кома в несколько другом вид. Это так называемое представление ЛАПС. Ну, сейчас я не самый общий вид напишу, да, этого представления, но вот для наших целей, для уравнения КДВ этого достаточно. Вот. Значит, так вот, ЛАПС предложил заменить вот это вот уравнение 1, да, нелинейное, значит, ну, неким операторным уравнением, которое имеет такой вид Л по Т, производная от некого оператора Л по передней, равно и коммутатор двух операторов, Л и А. Л и А. Вот эти два оператора называются ЛАПАРАВАЙЛАКСА. ЛАПАРАВАКСА. Ну, понятно, что. Значит, почему такие обозначения? ЛАПАРАВАЙЛАКСА. Ну, вот. Ну, иногда там, значит, пишут там УВАРАВАЙЛАКСА. Ну, вот. Из уважения к ЛАПАРАВАКСА мы будем писать ЛАПАРАВАКСА. Ну, вот. Значит, ЛАПАРАВАКСА. Значит, где... Да, ну и понятно, что раз это операторы, они должны действовать на некую собственную функцию ПСИ. Ну, на некоторую функцию ПСИ. И будем считать, что эта ПСИ, функция ПСИ, является собственной функцией оператора Л. То есть, ЛАПАРАВАКСА равно ЛАПАРАВАКСА. Значит, ЛАПАРАВАКСА это собственное излучение оператора ЛАПАРАВАКСА. Будем считать дальше, что ЛАПАРАВАКСА. В принципе, можно там, как бы, обобщить на случай, когда ЛАПА зависит от времени. Ну, в общем, мы не будем этим заниматься. Значит, сразу же ограничимся в случае, который нас устраивает. ЛАПАРАВАРАВАКСА. То есть, собственные значения ЛАПАРАВА должны быть постоянными. Вот. Значит, причём, так вот, Л и А ещё являются стационарными операторами в том смысле, что они не содержат производных по времени. они могут содержать саму функцию О, ну, производную от функции У по ХО, да, пространственные производные, но не содержат производных по времени. Вот. Вся производная по времени, значит, вот она. То есть, она возникает, когда мы дифференцируем оператор Т. Это, значит, одно требование, да. Вот. Ну, значит, вернёмся теперь вот к этому, к этому уравнению на собственные значения. Значит, про Л мы сказали, значит, С – это собственная функция оператора Л. А что мы можем сказать про А? И вообще зачем он нам нужен? Вот. Так вот, да. Значит, давайте, чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим производную по времени, да. вот от такой, значит, от ЛПС, да, от ЛПС, да, от ЛПС, ЛПС. Ну, мы можем это выражение, значит, так, записать вот откуда, значит, можем взять производную вот отсюда, да. Вот, если ЛПС, это ЛПС, да, то это у нас будет равно, ну, значит, ЛПС, так, 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 так. Это мы тоже дифференцируем, значит, да. Значит, ну, давайте тогда так напишем это ЛПС на ПС, да, плюс, значит, ЛПС на ПС. Теперь мы можем, значит, так, значит, да, и, если, да, а, ну, теперь, если мы возьмем ДПУ ДТ от обеих частей этого равенства, да, то мы получим с другой стороны, что вот та же самая производная ЛПС, да, будет равна, ЛПС будет равна ЛПС под ЛПС. Вот так, ПС под ЛПС. Значит, отсюда мы с вами найдем, что что ДДТ, ЛПС, да, значит, ну, приравно эти соотношения, так, вот так, да, вот так, да, то есть вот это вот, ну, то есть вот восьма половина этими ножей, да, значит, получаем, ну, давайте так напишем минус лянга, минус, э, минус лянга, так, на ПСИПОТ. Ну, с другой стороны, значит, это вот первый результат, да, с другой стороны мы можем с вами вернуться вот к этому уравнению. Это уравнение операторное, но операторное уравнение что означает? Оно означает, что операторы действуют на какую-то функцию, да, значит, его вот в полном виде надо записать так, то есть это ЛПС, да, на ПСИПОТ равно и коммутатор на ПСИПОТ. Давайте там запишем, значит, ЛА минус, ага, Л, так, на ПСИПОТ. Вот, ну, и теперь опять, вот смотрите, у нас здесь возникает ЛА, а ЛА, это ЛА, значит, мы можем это выражение записать следующим образом, да, ну, и раз ЛА константа, то мы можем эту ЛА с оператором А переставлять, да, то есть вот сюда переставляем ЛА, то есть вот сюда переставляем ЛА в СИПОТ и оператор А переставляем ЛА. И тогда получаем, что это равно и, значит, Л минус ЛА, да, в скобочках ставится, АПСИПОТ. Так, понятно это, да? То есть вот, значит, вот СИПОТ задействует на АПСИПОТ. Ну, и теперь просто так сравниваем эти два выражения, ну, как вот я производный по-разному написал вчера, да, и равнуем эти два выражения, вот это и вот это, СИПОТ, собираем все в одном месте, значит, переносим вправо, что со знаком плюс, вот это вот, минус ЛА, минус ЛА, ну, а здесь вот ПСИПОТ, плюс И, так, И, вот оно, и АПСИПОТ. Ну, вот, значит, видим, что мы можем ввести комплексную функцию ФИ, да, которая равна вот этой скобочке второго, да, СИПОТ, плюс ИАПСИ, так, и тогда мы опять получаем, что эта функция ФИ будет собственной функцией оператора, то есть L на ФИ равно ЛА. Согласно, да, то есть L минус ЛА на ФИ равно 0, значит, L на ФИ равно ЛА. То есть мы видим, что у оператора И, ну, две собственных функции, две собственных функции. Ну, а если так, то что про них можно сказать? Эти функции будут, ну, там, линейно зависеть, да, а в самом простейшем случае они будут просто пропорциональны. То есть вот мы сразу сейчас, как бы без математических обоснований, значит, будем считать, что ФИ равна Р на ФИ, то есть функция ФИ. И вот эта вот собственная функция оператора R будет просто пропорциональна ПСИ. На самом деле, конечно, более общее выражение состоит в том, что она пропорциональна не только ПСИ, но плюс еще там комплексно сопряженным, ну, с другим коэффициентом, но ПСИ комплексно сопряженным еще. Ну, кому интересны, ну, вот это для нас не важно, на самом деле. Кому интересны математические детали, пожалуйста, вот книжки Вэма отсылаю, там, значит, вот эти вещи расписаны. А мы не будем отклоняться от генеральной линии, вот. То есть нам главное до салитонов скорее добраться. Ну, в принципе, разумно, да? То есть считаем, что эти две функции пропорциональны. Вот. Причем R, вообще говоря, поскольку оператор L стациональный, да, не содержит производных по времени, R, вообще говоря, может зависеть от генеральной. В общем случае R является функцией от генеральной, но не зависит от координат. Вот. Итак, значит, мы получили вот это равенство. Фи равно R на ПСИ. Но теперь вспоминаем, что фито у нас, это вот что такое, тоже через ПСИ выражается. Значит, поэтому мы можем записать следующее выражение. И следующее выражение. Значит, отсюда, подставляя явный вид функции фи, мы запишем, что ФСИ вот, да, плюс 3 АФСИ, равное, да, АФСИ. И вот если рассмотреть это уравнение совместно с уравнением на собственные значения, да, на собственные функции на собственные значения, да, ФСИ от нуля АФСИ, то мы получили некоторую систему, которая, вообще говоря, как невероятно, вот, уравнению ЛАКС, вот это. Значит, мы для A постулировали, а, значит, для A, второе уравнение, которое содержит A, мы его вывели из уравнений ЛАКСа. Значит, вот это уравнение ЛАКСа сводится к системе вот таких уравнений на собственную функцию оператора L. Но чем замечательна вот эта система уравнений? Она замечательна тем, что относительно ФСИ это линейный уравнение. Это система линейных уравнений относительно функции ФСИ. Ну и теперь смотрите, что у нас получилось. У нас получилось, что мы исходное нелинейное уравнение N на уровне 0, да, свели, ну, каким-то образом, значит, мы для уравнения, которое выполняем, каким-то образом свели к уравнению ЛАКСа. А потом это уравнение ЛАКСа свели к системе линейных уравнений относительно функции ФСИ. И таким образом нам вместо нелинейной задачи надо решать линейную задачу. да, то есть вместо нелинейной задачи на функцию У мы должны решить, ну, там, систему линейных уравнений, там, ну, значит, граничные условия мы тоже как-то будем использовать, но на функцию ФСИ. Ну вот, все бы хорошо, все бы хорошо, но вот сами эти операторы Л и А содержат функцию У, неизвестную функцию. Ну, то есть, если функция неизвестна, то нам и операторы Л и А тоже неизвестны. Значит, операторы Л и А, ну, давайте напишем Л, содержит, там, ну, значит, функцию У, ну, и там какие-то произвольные по ИКСу, там, да, вот, там, значит, Д, там, там, Х, процессы операторов произвольные, там, А где-то, там, и так далее, там, кроме самих операторов произвольных может содержаться У, так далее, в общем, вот. То есть, понятно, что вот это, Д от ИКС, если это воспроизвольные, да, то он вообще действует, ну, а У от ИКС, это просто произвольные. Вот, ну, и точно так же А, да, А уже все операторы, которые Л иКС-одержит, тоже там, ну, давайте лучше писать так, У от ИКС, там, и Д от ИКС, там, и Д от ИКС, там, вот так лучше писать. Ну, то есть, есть в операторах У и производных, и как быть, вроде, казалось бы, никакого облегчения, да, ну, пусть линейные уравнения, но, правда, они тоже не очень простые, поскольку неоднородные уравнения, да, вот, функции У и производные зависят от количества. Координаты времени. Система неоднородных уравнений. Вот. Ну, вот тут, значит, срабатывает то, что нам на самом деле, для того, что нам на самом деле не надо функцию в С искать. Нам надо в конечном счете найти функцию У, то есть решить вот эту уравнение, что нам не решаем. Вот. А поэтому, значит, мы можем решать вот эти уравнения не для любых Х, да, вот эту систему уравнений не для любых Х, а только асимптотических, при Х, стремящихся к плюс-минус бесконечности. И вот здесь работает, ну, как бы аналогия с физикой, с плановой механикой в частности. Вот там тоже, если ПСИ это волновая функция, вот вспоминать задачу рассеяния, да, то есть ПСИ это, а вот вам рассказывали рассеяние? Нет еще, да? Ну, идея простая, значит, если ПСИ это волновая функция, да, то и у нас происходит рассеяние частиц на каком-то потенциале У от Х. Значит, вот пусть У от Х это какой-то потенциал, да? Так вот, есть прямая задача рассеяния, когда задан потенциал У от Х, и нам надо найти ПСИ. А есть обратная задача рассеяния. Оказывается, мы можем по свойствам функции ПСИ при Х, стремящемся к плюс-минус бесконечности, да, то есть по асимптотикам функции ПСИ, по асимптотикам волновой функции, мы можем восстановить потенциал У от Х. То есть вот эта обратная задача рассеяния, нам известны свойства волновой функции на бесконечности, и по этим свойствам мы можем восстановить потенциал, на котором происходило рассеяние. Так вот, прямую задачу рассеяние вам Александр Сергеевич на квантовой механике расскажет. Ну, правда, насколько я понимаю, там, ну, не помню, там одномерный, значит, случай рассматривается или нет. По-моему, там сразу же рассматривается сферически симметричный потенциал. Вот. Но мы какой-то кусок, прямой задачи рассеяния тоже рассмотрим. То есть, ну, довольно большой кусок нам понадобится для того, чтобы обратную задачу не решить. Ну, а, значит, вот, то есть это, в принципе, прямая задача рассеяния, это то, что рассказывается на квантовой механике. Вот. А нас будет интересовать обратная задача рассеяния, то есть по данным рассеяниям, да, по устройству функции ВС на бесконечности нам надо восстановить потенциал. Ну, и вот отсюда название метода, метод обратной задачи рассеяния, да, метод обратной задачи рассеяния. Итак, в чём состоит схема этого метода? Давайте вот, как бы, поскольку у нас, вот, смотрите, мы сегодня начнём нелинейное уравнение как-то реголя дефлиза. А решим мы его только в капсусе место. Поэтому нам важно не потеряться, да? Т.е. представлять на каждом этапе, чем мы занимаемся. Вот. Так вот, значит, общую схему давайте нарисуем. Вот пусть у нас задано нелинейное уравнение. Ну, там с начальными условиями и с граничными условиями, да, значит, значит, ум от x 0 равно u от x. И, значит, там, d, r, x, значит, так, от x 0, да. От x 0, да, от x 0, да, от x, то x 0, да, от 1, да, от x 0, да. На первом этапе мы решаем спектральную задачу, так называемую спектральную задачу, задачу на собственные функции и собственные значения оператора R. Причем интересуемся не всеми x, не любыми x, а только асимптотиками. Что, собственно, характеризует задачу рассеяния асимптотиками при x, стремящемся плюс-минусе. Что мы получаем? Понятно, что на этом этапе мы решаем дифференциальное уравнимое. Эй – это дифференциальный оператор. Раз дифференциальный… Ну, спрашивайте, спрашивайте. Бесконечность описывания. Что, правда? Бесконечность и кем? А, ну да, да, конечно. Ну, да, 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 ну, правильно. Конечно, ну, как, все происходные бесконечности спадают. А вот еще там второе, запитая ноль, запитая ноль, запитая ноль, запитая ноль или запитая ноль, что-то делится. А здесь x, строгая, асимптотик бесконечности становится вообще, да, и не только начало? Бесконечность. Нет, я вот просто невнимательно переписал это ображение. Да. Вот. Значит, это дифференциальный оператор, и, значит, в решении возникают какие-то производные постоянные, да? То есть вот эти производные постоянные, там, сей и отцом. Но причем, смотрите, поскольку у нас вот здесь вот, в этом уравнении, да, в уравнении на собственное значение оператора a, не содержится время вообще, да, а время содержится только вот в производном уравнении на втором уравнении, то мы можем воспользоваться на этом этапе начальными условиями, да, то есть, ну вот этими начальными условиями, ну давайте вот этими начальными условиями пользуемся, да. Ну и, разумеется, и граничными условиями тоже, чтобы асимптотики найти, да, нам надо ограниченными условиями. Но начальными условиями мы, значит, пользуемся в каком смысле? Мы рассматриваем, ищем собственные функции оператора a при t равном mu. Значит, и вот эти коэффициенты, ну, константы, они вообще говоря, поскольку u там у нас функция двух переменных, x, t, да, а оператор l только содержит x. Значит, c будет вообще говоря от времени зависеть. Но если мы решаем только в начальный момент времени, да, при t равном, то мы на этом этапе находим c и идёт от нуля. То есть, константы интегрированных, которые, вообще говоря, зависят от времени, мы находим в нулевой момент времени. Ну и, значит, вид каких-то функций, значит, вот вид этих собственных функций psi при их стремящемся к бесконечности. Вот. Ну а также мы на этом этапе там, ну, какие-то свойства лямблы исследуем, да, что-то сможем сказать про лямблы. Вот. Лямбл это сам. То есть, решим вот эту специальную задачу при t равном нулю на бесконечности, при x стремящемся к бесконечности. На первом этапе. На следующем этапе мы уже решаем эволюционную задачу. То есть, решаем вот это вот, второе упражнение. c по t плюс 3a c равно r, ну, тут я не вижу, это M0. Но здесь уже, ну, опять, при x стремящемся к бесконечности я синтетически решаю. Но здесь уже рассматриваем в любой момент времени. И в результате находим зависимость вот этих констант c и j под t, да, зависимость там c под t, ну, а лямбл там, значит, ну, да, и тоже что-то там про свойства лямбл. Вот эти два этапа, это, собственно, прямая задача растения. Мы находим, ну, вернее так, кусок этой прямой, мы находим волновую функцию на бесконечности, да, и находим коэффициенты c и j. Вот эти коэффициенты c и j будем называть данными рассеяния, да. c и j – это данные рассеяния. Ну, мы увидим, что достаточно найти данные рассеяния на самом деле, вот, а волновая функция будет автоматически получаться, да. Ну, и даже не сами, как бы, эти функции, да, не вид этих функций, а свойства этих функций нам надо знать. Вот. Ну, мы увидим, на самом деле, что они зависят не только от времени, но еще зависят от лямбла. Значит, вот здесь прямая задача растения, когда мы найдем зависимости от времени, закончится. И, собственно, следующий этап – это и весь оправданная задача растения. Ее решение приводит к нахождению функций уплотных стенок, как решение вот исходной начальной, начально сформулированной задачи, да, уравнение плюс краевые узоры. Вот. То есть вот схема нашего решения. Ну, на самом деле, вот, значит, ну давайте первый этап, второй этап, второй этап и третий этап. Вот второй этап и третий этап можно переставлять местами, в принципе. То есть сначала, значит, найти как ВОЗР, решить обратную задачу растения, не было равно нулю, а потом, значит, при любых темах найти. Вот. Ну вот. Вот это общая схема. Как видите, ну, ваглянда, да, вот я подписался ваглянде, да, ваглянда, да, ваглянда – это, по сути, дело волновое число какое-то. Так. Ну, ладно, значит, вот это общая идея. Понятно, вопросы есть, то есть вот тут как бы надо… вот вся идеология, она здесь заложена. Дальше мы будем только вычислять, вычислять, вычислять там, значит, довольно красивые и длинные и там хитрые иногда вычисления, но вот в конце концов вычисления. Идеология вот она. Вот. Как вот… вот N у нас известно, ваглянде. Да, N известно. А какой L у нас? Вот это догадаться надо, да? Значит, надо догадаться. Вот, понимаете, да, действительно, ну вот на данном этапе уже, в принципе, значит, для разных нелинейных уравнений, конечно же, это известно. Вот когда впервые люди решали, они, конечно, догадались до этого. Ну и, в принципе, математики тоже поработали, они там, значит, указали класс функций для вот нелинейных уравнений, класс функций, значит, ну, вернее, класс операторов, да, которым этот L может принадлежать. Вот. Но в любом случае это для каждой конкретной задачи это вот вопрос догадок. Вот. То есть, ну, что делать? И все сводится к алгоритму, да, творческий этап, он все равно необходим. Ну, мы вот сейчас на уравнении картериага до физа с вами посмотрим, как тут можно поступать. Вот еще вопросы. Ну, давайте смелее, потому что вот здесь, как бы, этот этап не надо пропускать. Вот. Если что-то непонятно, ну, там даже то, что надо, там, вы стесняетесь спросить, все равно спрашивают, потому что, ну, что, нет. Почему мы икс и стремляем плюс-минус бесконечности? Ну, это наша идеология такая. Да. То есть, почему это необходимо сделать, ну, я уже объяснял, потому что, смотрите, L, A – это операторы, зависящие от У, там, из Вона, да, АУ неизвестные функции, то есть, эти операторы нам неизвестны. А вот если мы устремим бесконечности, видите, все АУ обращаются в ноль на бесконечности, да, вот. И тогда эти операторы, ну, будут содержать только производность, там, D, O, D, X, там, разного порядка, да, вот. То есть, на бесконечности нам, вот, как раз для того, чтобы у нас не болталось. Вот. Так. Все? Все. Так. Ну, ладно, перерыв делаем или нет, или нет? На 3 минуты. Ну, давай, сделаем. Среди минуты. Тоже не делается ничего. И дальше мы займемся, значит, уравнением картерена для 3-ти. Параграф следующий. ЛАПАРАВАКСА для уравнения картерверга де ФРИЗА КДФ. Настроим ЛАПАРВАКСА для уравнения картерверга де ФРИЗА КДФ. Вот на этом месте. Да. МУ равно МУ. Да. То есть, значит, это стираю. Так, я типа выше напишу. Значит. Конкретный вид у нас такой значок. УПАРАВАКСА. 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 Ну, как мы с вами знаем, шестерка здесь вопрос вкуса. Да. В принципе, может все, что угодно стоять. Значит, плюс. У, х, х, х. Ну, и, значит, функция о завесит от xt. Заданы начальные условия. Давайте без лишних умов пишем вот так. И граничные условия. То есть, вместо уравнения n на u у нас вот это. Вот. Ну и предположим, значит, что нам каким-то образом удалось его записать вот в таком виде. Записали это уравнение в таком виде. Вот. Нас даже не интересует, как мы это сделаем. Вот. Пусть оно вот в такой виде и все. Вся фишка здесь состоит в том, чтобы найти такие операторы L и R, чтобы при подстановке мы получали уравнение как L и R, то есть все сводится в поиску операторов на самом деле. А такой вид постулируется. Вот если удастся нам найти, то, значит, мы дальше сможем с вами решать методом обратной задачи осеяния. Если мне не удастся, то вот плохое уравнение либо у нас не может быть. Значит, не смогли. Ну и как вот вы, да? Ну, если и нашли, то дальше все уже вот дальше. Получаем спектральное уравнение, уравнение на собственные значения, эволюционное уравнение, да, с оператором А, которое. И вот пользуемся методом обратной задачи осеяния. А как найти L? Ну, вот другого способа, как метод научного тыка, да, вот, видимо, на начальном этапе, во всяком случае, не существует. Ну, метод научного тыка – это, сами понимаете, другое название, там, догадки наши, да? Вот. То есть мы должны догадаться. Ну и, значит, вот Лакс, он именно решал, значит, уравнение контроляга для Фриза, и он предложил использовать в качестве «Э» Известный вам из математической физики оператор Штурма Леврии, да? То есть на самом деле он, как бы, ну, самый такой типичный, да? То, что всегда возникнет, ну, в большинстве там задач возникает в физике – это оператор Штурма Леврии. Вот. И, ну, то есть это вот, давайте выберем в качестве «Э» вот по первому разу. «Э» – минус «ДФХ», вторая производная, значит, плюс «У». Ну, он хорош тем, что производная и сама функция входит в разделе вокруг одного, да? Вот. То есть возьмем в качестве «Э» пирата Штурма Леврии. И, как мы потом увидим, вот, значит, это приведет к задачам из квантовой механики. То есть в конце концов мы получим стационарное уравнение Шредингера. Вот. Догадались. Ну, если до «Эль» догадались, ну, благодаря «Лаксу», то «А» теперь мы даже можем и без «Лакса» посчитать. Вот. Значит. Но тоже, ну, непросто. Чтобы посчитать оператор, значит, «А», давайте, ну, найдем сначала вот эту производную, «ЛПТ». Найдем производную. Ну, я не знаю, как бы, очевидно, вот, если есть такое очевидно, чему производная равна или, как бы… По «Т»? Да. По «Т». Вот берем «Д» по «ДТ» от этого «Э». Ну, «УПТ», конечно, да. Ну, это как бы интуитивно, но можно это, как бы, сосчитать вот. Ну, давайте, ладно, сосчитать. Ну, то есть, результат, в общем-то, ожидаемый, но давайте, надо получим все-таки, вот, чтобы показать там. Значит. Ну, что, для этого опять рассмотрим «Л» от «Си», да, и разно производную вот этого. Значит, будет «Л» от «Т» от «Си», то есть, вот это мы уже делали, «Л» от «Си» от «Т», да, вот так. А теперь, значит… Да, и теперь можем с другой стороны, да, с другой стороны написать, что если «Л» у нас оператор штурма Ливиля, да, вот конкретно у него воспользовалась, то тогда «Л» от «Си» от «Н» это будет, что? Ну, значит, минус «Л» от «Си», плюс «Л» от «Си» от «Т», да, ну и вот диффилицируем. Значит, это будет у нас минус. Так. Ну, хорошо, минус «Л» от «Си» от «Т» . еще от второго, давайте-ка мы объединим сразу, чтобы лишнего не писать, значит, плюс у на си, вот так. Ну и остается еще плюс у на си. Вот, то есть, вот это у нас L опять, и мы опять получаем, что L на си по t, ну, это, давайте с конца начнем, у по t, си плюс L на си по t. Ну и опять приравная, да, приравная, вот эти сокращаются, да, и мы получаем, что L по t на си, равно U по t на си. Ну, отсюда понятно, что L по t, так, L по t, ну, в общем, результат ожидаемый, ну, вот мы его вычислили, получили. Ну вот, значит, нашли U по t, L по t, ну, раз мы так сделали, то вот это уравнение, да, вот, уравнение вакса, мы можем записать вот в таком виде, вот это, ну, давайте перенесем, так, нет, ладно, лучше с KDL перенесем, значит, равно I, так, и вот это уравнение, да, в такой форме должно быть и приправе к KDL. Значит, мы теперь знаем, чему, вот смотрите, вот здесь у нас U по t стоит, да, если мы приравняем эквивалентно, значит, мы можем вот левую часть правильность вот, да, записать вот, ну, через коммутатор, да, вот. Так, ну, давай сделаем так, еще два, давай. То есть KDL в таком виде, а, значит, в акса вот в таком. То есть, приравнуя, не знаем, чему равен коммутатор, да. Ролио, а, равно, чему, на неделю, значит, минуси получается, минуси, так, 6, ум, 3, х, минусу, 3, х, вот так. Ну, и теперь, смотрите, оператор L нам известен, и известен, чему должен равняться коммутатор. Так, понятно пока, да? Вот. Значит, можно найти оператора A. Ну, то есть надо решить вот это коммутаторное и операторное уважнение, да, вот так. Это операторное уважнение относительно A. Ну, тут, значит, тоже лучше решать его, значит, с помощью каких-то предварительных, правомодобных рассуждений по поводу вида этого оператора. Ну, давайте пофантазируем, значит, какой бы вид мог иметь оператор A. Ну, вот, смотрите, у нас, значит, ну, вот мы всем этим действуем на сумке и синтопусе, да, здесь у синтопусе, да, и вот этот, значит, тоже синтопус. Ну, начнем с того, что давайте догадаемся, а какой порядок старшей производной A должен быть? То есть понятно, что A должен содержать производной и U тоже с производной. U и производной A. Какой порядок старшей производной? Вот максимальный порядок. Какой A? Ну, конечно, мы же в результате должны получить уравнение третьего порядка, значит, выше третьего нам не имеет смысл рассматривать, да. Значит, итак, первый член мы пишем так, A, то есть A большое, да, а маленькая константа какая-то, вот. Ну, константа тоже, в принципе, обосновывается, поскольку здесь у нас, значит, при третьей производной тоже констант, если это единичная. Но мы не знаем, единичная или нет, поэтому вот на всякий случай пишем какая-то константа A на D3, значит, X. Дальше. Должна содержать, оператора должен содержать нелинейность. Нелинейность. Ну, в каком виде эта нелинейность должна быть? Ну, опять-таки, вот, уравнение картериерга Дельфиза, да, нам подсказывает, что это должно что-то быть умноженное на производную половину. Ну, давайте, вот, что-то, на самом деле, пропорционально у, можно сразу сказать, да. Ну, давайте мы, как бы, не будем ограничивать себя, да, а напишем более, ну, как бы, так, просто, не знаю, спешевских соображений, скажем. Вместо, там, B на U на D по DX напишем вот, значит, плюс, там, F, F от U, DX. То есть вот это вот. Ну, и дальше. В принципе, должен быть отстойник, куда мы складываем все то, что не учли. Мы вот учли производную третью и первую, но мы не учли, что там могут содержаться какие-то там еще производные, ну, сама функция U там отдельно, может быть, да, ее производная, да. Вот плюс какая-то другая функция G, которая зависит, там, от U, O от X там и так далее. В общем, от того, от чего нам нужно, да, чтобы получилось в конце концов уравнение, ну, вот этот вот, правильный оператор, да, нашел. Вот так. То есть вот до вида A можно догадаться из вида, значит, правой части нашего оператора. Ну, а дальше уже дело техники. Надо брать и дешевенцировать, считать коммутатом. Ну, давайте считать коммутатом. Так, ладно, давайте засчитаем, хотя это, конечно, громоздко все. Итак, считаем коммутатом. Коммутатор это у нас... Значит, коммутатор это... Вот так. Где оператора... Ну, вот в таком единище Моэгу, вот у него все. И вот, значит, мы начинаем с D, A, X, D, A, X, D, A, X. И рад то, что мы любим. Ну, читаем. Значит, C, N, A, X, D, A, X, D, A, X, M, F, D, X, Так, мы раскрываем словочек. Дальше нам понадобятся формулы деятельности для начисления производных от произведений. Ну, наверное, вы знаете эти формулы. Можно вопрос, почему операторы так и стали встретить производного института? Это же как бы у нас итоговая сумма, а у нас в комбинации с 3. Мы берем по максимуму. То есть мы как бы ограничиваем. То есть, как бы говорил, что тут третья производная. Значит, выше третьей не может быть. И формально пишем. И если получится, что нет ее, то А равно нулю. Мы не зря здесь Анат писали. Да. На самом деле Анат не равно нулю. Ну вот мы увидим, что есть эта штука. Не, а вот если бы мы вторую взяли производную? Ну давайте по пути. Вот вы сами себе на этот вопрос ответите. Да? Вот сейчас мы третий будем вычислять. Потом как бы вы будете смотреть, а что если бы там вторая была? Да? Я не знаю как. Вот. То есть вопрос в том, значит, единственное или такое представление или нет, да? Оператора L. То есть если L такое, то единственное решение вот у этого оператора или нет. Вот в этом что бы нравится, да? Вот. Ну вообще, так говоря, я не могу на него ответить. Вот. На этот вопрос. Скорее всего единственное, да? Скорее всего единственное, да? Скорее всего единственное. И как бы связано это вот с единственностью решения, ограниченной задачей, вот для исходного права. Скорее всего A должен быть единственным. Обосновать я не знаю. То есть я не могу начать, не могу не делать. Как математиков, конечно, этот вопрос должен оболновать. Но как физиков нас не очень этот вопрос должен оболновать, поскольку, поскольку, значит, вот лишь бы у нас было единственным, решением вот эволюционного уравнения, единственным решением эволюционного уравнения, причем на бесконечность. Вот. То есть некоторые детали оператора A нас, в общем-то, даже не интересуют. Потому что мы берем все равно асимптотический X при X стремящемся плюс-минус бесконечность. Если асимптотики одни и те же там, у этого, у другого атом, да, то, в принципе, значит, для нас особой разницы нет, поскольку мы по асимптотикам восстановим правильное решение уравнения как и лего-гофлида. Вот. Ну, а сейчас мы рассуждаем так. Выберем А в таком виде. Увидим, что третья производная необходима. Вот. Ну, вычисляем коммутатор. Да, формула Лейберса. Ну, давайте формулу Лейберса вспомним. Значит, Dx от fg. Почему? Дx от fg плюс fg. Это для первой производства. Для второго производства. Коэффициенты те же, что в треугольнике поскажут. Да, да. Значит, D2fg. gg плюс fg на d2g. Третий. Третий. Д2fg плюс... что там? да, И, Д, С, Д, Д, Ж, а вот мы делаем, плюс там, С на Д, М, Ж. а вышедритель нам не понадобится. ну, давайте здесь не сперва. ну вот сейчас за мной внимательно смотрите, поскольку там всякие выражения получаются, вообще мне тут что-то не стереть надо, я не хочу писать. Так, значит, сначала действуем минус d2 на все выражения. Пси, да, давайте вот пси засунем в скобочки, ладно. Вот, давайте вот так напишем. То есть, сначала подействуем ретим, выбираем. Теперь действуем выбираторный. Значит, минус a, d5 производная, d5 производная. Так, ну я здесь, давайте иксы не буду писать, да, поскольку в иксы все производные, да, конечно. Пси, значит, плюс... Минус. Да, минус, минус a, минус a, ну, так, вот здесь вторую производную, да, ну, давайте сразу ее будем писать так. Значит, d2s, 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 d1, а не должно быть. Очень скорее, пожалуйста. Так, я беру вторую производную, от второго срока, да, они должны быть. Не, ну атомы мы учли, да? Конечно, они должны быть. Значит, f , d и 2 А еще это? Что это? От у зависит от чужого производного положения? Вот такое мы берем. Как сложные функции? Конечно, по x здесь. Если нужно, распишем коизводную сложную функцию по x. Плюс 2, значит, d, f, d, 2, 7. Д3 А там d не внутри. Правильно, правильно? Вторая производная. Значит, D2 вот так. Вторую производную, да, Пикер? Нет, вторая производная производная. Два, два, два. Подождите, вы меня не путаете. Значит, здесь вторая производная, здесь два. Что неправильно такое? Что вы меня забиваете? Все правильно было, ладно. Вот смотрите, вот это действует вот на это. Плюс, значит, F для 3. Дальше. Значит, плюс, плюс. Ну, теперь вот это D2 действует на G. Значит, минус, да, минус. Д2DG2DG2DG2G2Gد2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G7. И теперь плюс, плюс, теперь ну да. Хорошо. Второй скотке становится 1. Что делать? Что 1? 2. Да. А как? 10. А тебе это все важно? Где 2. 2. 2. Вот было правильно написано, потом вы мне подсказывать сказали. Кстати, я как бы туда посмотрел, и вот вы по делу подсказывали. Потому что мне и так вот тут у доски работать не очень комфортно. Так, теперь действует У. Плюс, ну давайте, значит, У. У. Так, АУД3Си плюс УД3Си плюс УД3Си плюс УЖСи. Да. Так, теперь наоборот, А на Эль Си. Так, А на Эль Си. Значит, ну что здесь получается? Ну наоборот. Теперь нам ещё 3 придётся. Так, ну давайте, значит, A, D3, C, плюс F, D, X, C, минус G, C, минус D2, C, плюс F, C, вот так. Так, равно, ну давайте считать, значит, A на третью, ну на пятую, значит, минус будет, да, минус A, D, C. Дальше, A на, на, что там, второе, да, ну вот здесь раскрываем, значит, минус, плюс A, плюс A. Дальше, да, D3, U на Пси, плюс 3, значит, Д2, U на ДПси, плюс 3, Д1, Д2, U, Д2 Пси, плюс U на Д3, так, дальше, плюс, второе, слагаемое на детскую, значит, F на Д3, так, минус, да, минус, минус F, минус F на Д, минус Си. Так, понятно, что я делаю, да, то есть, ну, смотрите внимательно, как бы, но, как бы, без лишних комментов, так, значит, так, A подействовал на это, значит, плюс, плюс F, ну, давайте сразу, что ли, что ли, скобки раскрывать, да. Ну, давайте, да, значит, F, Д2, так, на Пси, плюс F, плюс Д2, ну, и плюс, так, минус, там, Ж, Д2, Си, мы вычитаем из первого, второго, так, надеюсь, не ошибся, потому что если ошибся, то совсем плохо. Ну, во-первых, смотрим, что сокращается, сокращается пятый производный, да, вот, правильно, да, из этого вычитаем, так, третий производный, да, третий производный, да, третий производный, со что? А у Д3, Си сократится. Ну, да, сократится еще вот это, да, и сократится, что вы говорите, вот это, да, вот это здесь и... Так, значит, третье производный, так, вот здесь еще третий производный, да, F на Д3 Пси, так, значит, пятый сократились, третий сократились, остались вторыми, так, ну, что, где писать? Так, давайте, давайте, вот это, вот, 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 Значит так, вторая производная, вот она, еще где, вот она как раз ушла, все здесь, а здесь вот она. Так, из них что посокращается? Да, вот это, вот это должно сократиться. Вот, совершенно верно, так что все стер, не зря. Вот, а остается, да, вот, значит минус. Так, ну давайте будем писать, значит, что в результате вот этот коммутатор добавил минус. 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 Два. 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 Дэдс. Так, дэд вообще выносим за скобочку отсюда. Да, и еще здесь, так, две. Так, две. Последние. Да, вот. Вот это там. А? Да. Значит, с плюсом, да? Минус вынес, значит плюс. А. 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 Дэд. А. Спасибо. Так, ну давайте я сразу буду смотреть, правильно или нет. Дэд. Так. Дэд. Так. Дэд. Правильно. Так. Дальше. Надо с первыми производными. Так. Это вот это. Это вот это. И. Да. И. Да. И. Да. И вот это. Теперь во втором коммутаторе это вот это. Значит это вот. Вот. И все. И все. Так. Что-то сократится у нас. У. И. И. Вот что-то и остается. Значит остается. Вот что. Минус Д на Эф. Д. И. 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 I. Сейчас я отойду просто до приличного расстояния, чтобы не видно было. Значит, вот это, с плюсом. Тогда тут с минусом. 3, d, 2, u, d, psi. И, значит, с плюсом, с плюсом, вычитаем. И, значит, последнее, свободный член в psi. В psi. Так, вот так вот. Отвести сюда. Жирным дружочком. Вот он в psi. Дальше вот здесь. Вот он в psi. Да. И еще. Вот он в psi. Значит, плюс, плюс. Значит. Так, плюс, минус, да. Минус, минус, минус. Сейчас здесь. Минус, 2, 2, g. Значит. Значит. Так. Вот это. Плюс, минус, плюс, да. d3, d3, u. 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 Значит, i, 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 i. Осталось еще вот это. f, минус, плюс, плюс, b, i. Вот. Так. Сейчас я проверю. Надеюсь, нигде не ошибся. Значит. 3, a, x. Так. Вот у меня что-то здесь. 3 слагает. 2, минус, 2, g, x. Куда делось? 2, g. 2, g. Вот оно. Вот так. d, g. Забыли, да? Вот. 3, d, x. Видите? Значит. 3, d, x. Видите? Нашли. Значит. Так. Плюс. d2, g, x. Нет. 2, g. Так. Стоп. Да. 2, g. 2, g. 2, g. Вот. Значит. Так. Тогда правильно. И последняя. Вторая производная. А. А. Там же dpc было. Что? Здесь dpc было? dpc. dpc. Значит. dpc. Так. a, d3. и rf, d0. Всё. Так. Вот. Это с одной стороны. Вот. Посчитать. Ну. На доске, конечно, не очень удобно считать. Но. Слава Богу, что там сидят люди с глазами. Да. Дальше. Ну а с другой стороны, вот это всё должно быть равняться, мы знаем почему, да? Только нет, да? Ну всё. Значит. 6, n, x. Ну всё, да? Ну всё, да? не wider, не менее... На. Си. Значит, давайте лучше вот так вот пишем. d1, а здесь д3. Вот смотрите. Вы видите, значит, у нас вот эта часть, вот это равенство, то, что мы выполняли, содержит только в символе. А вверху стоят производные еще. Значит, когда он будет выполняться? Так, когда коэффициенты при старших производных нулей, значит, получаем такую систему уравнений. Дальше. Д2Ф плюс 3А, 3АД2У плюс 2ДЖ в одну минуту. Так, и, значит, вот эта строчка, значит, Д2Ж плюс АД3У плюс РДУ равно 6УДУ минус Д3У. Ну и все, значит, в следующем занятии мы это все дело решим и найдем оператора. Так, ну что, сколько я перебрал, много? Ну да. Ну все, да, есть вопросы? А я вам что-то... Ну когда с самого начала записывали оператора из уровня, как двигает оператора, может, описывали не сам оператор, а его действие на пункт СУУ, ведь... Вот здесь, да? Или на какое место? Вот это, да? Ну да, вот это, это же действие на пункт СУУ, это же... А, нет, не на У, это сам... Производная от оператора просто равна У от Т. Нет, это тогда, а вот, например, в строчке ниже, вот... Вот здесь вот, да, вот справа же стоит, это же не оператор, а действие на пункт СУУ, где У... Про ПСИ! Про ПСИ! Про ПСИ, да. Про ПСИ, да. Про ПСИ, да. Ну вот и все, то есть, ну давайте напишем так... Вот это, вот. Нет, просто оператор N, если вы думаете, оператор N, да, для нашего случая, он чему оператор N, N? Где УРУ там входит? Ей только какой-то производной? Нет, оператор N... Да, оператор N для КДА. Ну я понял, то есть вам надо оператор N для КДА. Ну сейчас запишем, это значит D, то T, там, минус 6U, D0, X, плюс, там, D3, D0, X, да. Ну да, просто получается, мы сначала действуем на функцию U, а потом еще на ПСИ, что это продействует? Ну, правильно, мы просто... Как понимать... Вот операторное уравнение надо понимать так, что оно на что-то действует. Значит, действует оно на функцию ПСИ, да. Значит, ну, как бы, ну, просто мы вот считаем, что вот эти две формы эквивалентны. То есть мы подействовали, вот переписали там, КДВ подействует на функцию ПСИ и, значит, считаем, что оно эквивалентно вот этому операторному уравнению, которое тоже на ПСИ действует. Или вообще вопрос, как бы, не очень. Чего вас смущает? Нет, мне смущает, что оно как бы на U действует, а потом там все... Ну, на U действует. Операторы U содержат. Да. Но они, кроме U, значит, содержат и производные. То есть вот это вас смущает, что производные в чистом виде есть. Ну, конечно, когда мы вот в таком виде пишем, скажем, ну, вот тут вычисляем, тут видят, конечно же, производные на U действуют, да. Ну, это ничего страшного, лишь бы две формы записи эквивалентны были, то есть тут, как бы, значит, ничего страшного нет. Просто, ну, что мы с вами показали? Вот мы А нашли, да, вот мы решили эти уравнения, нашли А и тем самым, да, и воспользовались тем, что, во-первых, значит, Эль А равно нам U, да, то есть Эль У, Т равно U, Т, и комутал, равен тому, что в КДВ стоит. Значит, если это так, то вот наше уравнение эквивалентно в КДВ. Ну, потому что мы потребовали, по сути дела, когда, ну, как бы, сравнивали, да, потребовали, чтобы здесь стоять, например, у ПТ мы вычислили, а оператор равен вот этому выражению сто. То есть это эквивалентно, показали, что эквивалентно. Так что, вот, по сути дела. Теперь, можно ли там второй производной обойтись вместо третьей? Ну, попробуйте, посчитайте. А, значит, как вы получите... Вопрос вот в чём. Вот этот член, как он получился? D3 у него, да, видите, ещё СА стоит. А А это где третья производная. То есть если не будет третьей производной, этого члена не будет, а значит, сравнивать. То есть второй производной, как бы, не надо. Вот. Так что, вот. Так, ещё какие вопросы? Ну, всё, тогда ладно. Хорошо. Хорошо. Включили сюда. Хорошо. Хорошо. Хорошо.